Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем видео про видеокарту RTX 360 от производителя Maxan, исполнение Big Mac. И сразу забегая немножко вперед, ну не сегодняшнего видео, а следующих видео, показываю вам, что ко мне уже пришла RTX 360 в исполнении Terminator. Как видите, коробки отличаются просто прям колоссально, то есть коробка от Terminator в два раза больше, чем от исполнения Big Mac. Ну и кстати говоря, сама видеокарта Terminator, она тоже сильно крупнее, чем Big Mac. Возвращаемся к герою сегодняшнего видео. Производитель Maxan, в общем-то, для нас малоизвестен в России, и поэтому эта видеокарта вызывает много вопросов. Все ли с ней хорошо и будет ли она работать у нас на продолжение длительного времени. Дело в том, что эта видеокарта является одной из самых дешевых вариантов RTX 360 именно среди вендоров, которые производят видеокарты для Nvidia именно официально. То есть это именно официальный представитель, который может выпускать новые видеокарты. Эта видеокарта у нас не собрана из каких-либо БУ-комплектующих, это не восстановленный вариант. Это именно новая нормальная видеокарта, но при этом имеет самую низкую цену именно среди таких вендоров. По крайней мере, то, что я лично смог найти. Может быть, есть еще какие-то варианты именно официальных представителей более дешевые, но мне не попалась еще более дешевая видеокарта. Ну и, собственно говоря, мы с вами сразу же видим, что RTX 360 в исполнении Big Mac у нас очень компактная. Сейчас вам чуть-чуть поближе покажу ее. По своему размеру чуть больше ладошки, грубо говоря, по общей площади. Ну и, соответственно, имеет довольно-таки небольшую систему охлаждения. Если вам интересно чуть более подробно посмотреть эту видеокарту, то есть видео, в котором я ее, грубо говоря, так близко перед камерой кручу-верчу. Ну и, в общем-то, небольшая система охлаждения. Соответственно, сейчас при наступлении тепла, у нас наступило лето, стало жарко, стало более себя шумно проявлять. То есть, видеокарта стала нагреваться сильнее и, соответственно, издавать чуть больше шума. Если для вас прям это очень важный критерий, чтобы у вас видеокарта работала тихо, то эта видеокарта точно не для вас. То есть, если же какой-то шум, издаваемый от компьютера, для вас не так важен, то, в принципе, ничего страшного. Во всем остальном, видеокарта отлично себя показывает, хорошо работает, хорошо держит разгон, что мы, собственно говоря, с вами уже в предыдущих видео видели. И в этом видео у нас тоже будет применен разгон к этой видеокарте. Ну и, в принципе, пока что все хорошо. Меня лично эта видеокарта устраивает, потому что я, в общем-то, работаю за компьютером в основном днем, когда мне, ну, в общем-то, не критично, какой шум у нас будет. А вечером, соответственно, проблемы нету. Да и, в принципе, я не могу сказать, что от видеокарты какой-то такой очень высокий уровень шума. Нет, она вполне себе нормально работает, просто в компьютере при максимальной нагрузке начинает, грубо говоря, выделяться, что вот шумлю я, шумлю, работаю именно я. То есть, видеокарта, грубо говоря, начинает проявлять себя в отличие от других кулеров, которые располагаются у меня в компьютере. Ну и, собственно говоря, сегодня у нас тест производительности нагрева и всего-всего в игре Cyberpunk 2077. И также мы с вами сегодня посмотрим на то, как ее можно разогнать. В общем-то, приступаем. Коротко о параметрах моего компьютера. Первую очередь процессор, так называемый мутант с Алиэкспресс. Это QTJ 0, это, по сути, аналог Кура 9 9900K, 8 ядер, 16 потоков, разогнанный до частоты 4,4. Оперативная память в двухканальном режиме 8, плюс 8, и того 16 гигабайт, но частота 2500 или 2600 МГц, дальше просто не гонится. Материнская плата Asus Z270 Prime. По видеокарте сейчас мы с вами более подробно, напомню, мы сейчас с вами рассматриваем именно Maxan Big Mac. Что у нас по терминатору, посмотрим в следующий раз в видео. По Maxan Big Mac сейчас мы с вами будем тестировать в заводских настройках, а разгон посмотрим ближе к концу этого видео. Память Samsung попалась именно в моем варианте. И процессор GA104. Процессор в видеокарте. Запускаем Cyberpunk. И начнем с вами тестирование в разрешении Full HD. То есть 1920 на 1080. А вот параметры графики мы с вами поставим на трассировку лучей Ultra. То есть, в принципе, довольно-таки в максимальный такой параметр. Там есть несколько граф, где что-то не максимально, но в целом по картинке все отлично. Но в этом случае, конечно же, нужно включать DLSS, потому что без DLSS количество кадров очень низко. Но мы с вами поставим именно вариант качества, чтобы посмотреть, сколько мы с вами получим в разрешении Full HD именно красивой картинки. Видеокарта постепенно по мере прохождения теста у нас будет разогреваться. Ну а в целом, сверху мы с вами видим температуру видеокарты. Дальше загрузку видеокарты, как видим, она 98-99%. Используемую память видеокарты, то есть 6300 МБ у нас используется. Дальше мы с вами видим параметр видеоадаптера, насколько у него процессор работает, 1942 МГц. И частоту видеопамяти, 7500. То есть, все показатели именно заводские. Потихоньку видеокарта начинает разгоняться. И не разгоняться, а разогреваться, конечно же. И количество оборотов вентилятора у нас потихонечку тоже растет. При этом что-то будет около 70% оборотов кулера. Ну, в общем-то, в таком режиме видеокарта уже становится, в общем-то, свыше в системе. И сейчас мы с вами видим результаты бенчмарка. Но имейте в виду, если не происходит запись экрана, то в этом случае у нас количество кадров немножечко больше. В дальнейшем я вам буду показывать, сколько у нас кадров было при записи экрана и сколько кадров без записи экрана. Так, следующий тест мы с вами проводим также на разрешении Full HD. Но теперь перейдем настройку DLSS. Переведем ее в параметр производительности, чтобы получить чуть больше кадров в секунду. В этом случае мы с вами немножечко ускоряем сам бенчмарк, чтобы не тратить ваше время. Потому что тестов у нас будет еще много впереди. Включая и вариант с разгоном видеокарты. И сейчас вы сразу увидите вариант, сколько у нас бенчмарк выдал с выключенной записью экрана. Это с правой стороны. Ну а дальше переходим уже на разрешение QHD. Или Quad HD, как еще его называют. Это 2560 на 1440 точек. Разрешение также ультрапроизводительность. Ой, трассировка лучей в варианте ультра. А качество DLSS или параметр DLSS также будем ставить на качество. А потом на производительность в следующем тесте. В этом варианте мы с вами можем просто посмотреть, насколько игра красива может нам отображаться на экране. Но количество кадров, конечно же, в такой настройке невысокое. Поиграть можно, но все равно просадки небольшие есть. Особенно в помещении. Зато мы с вами видим уже, что у нас видеокарта подразогрелась по мере прохождения нескольких тестов подряд. И обороты у нас уже на кулерах. Да, на кулерах по видеокарте стремятся уже к 2500 оборотам. И видеокарта, в общем-то, как я уже говорю, начинает ощущаться по шуму. На данный момент у нас в комнате довольно-таки жарко. Потому что уже все-таки лето наступило. И высокая температура окружающей среды нам тоже дает о себе знать. Видеокарта у нас тоже становится значительно более горячей. И, кстати говоря, в видеокарте Максан Терминатор система охлаждения значительно сильнее, но значительно более массивная и отводит больше тепла. Перед вами результаты пройденного бенчмарка с включенной записью экрана и с выключенной записью. При выключенной записи экрана несколько кадров больше показывает. Переходим к следующему тесту. Следующий тест у нас также на разрешение QHD. Но параметры DLSS ставим уже на производительность. QHD или так называемый 2.7K, как называлось, как было написано у меня на мониторе. Лично для меня более чем комфортное разрешение. И это разрешение у меня при диагонали 27 дюймов. Скажу в целом, что мне такой монитор нравится. Как бы и диагональ хорошая, и качества картинки более чем достаточно. Сейчас мы с вами видим результаты теста. И перейдем дальше к следующим. Сейчас посмотрим с вами, что можно получить с видеокарты на тех же самых настройках, но применив параметр DLSS ультрапроизводительность. То есть не понижая качество картинки, а только лишь используя DLSS. Ну а дальше приступаем уже к интересному. Будем с вами разгонять видеокарту. Итак, добавим плюс 200 по ядру и плюс 1000 по памяти. Запускаем игру также в разрешении QHD или 2.7K, как у меня это называется. Разрешение по графике, точнее параметр по графике также использует трассировка лучей ультра. А вот параметр DLSS возвращаем на вариант качества, чтобы посмотреть, какой мы вообще прирост с вами можем получить. И с левой стороны вы сейчас будете видеть результаты с разогнанной видеокартой. А с правой стороны тот же самый тест на тех же самых параметрах, но без разгона видеокарты. Как видим, в большинстве случаев у нас видеокарта действительно работает примерно на 200 МГц больше по видео ядру, а по видеопамяти на 1000 МГц выше показателя. И получаем всего лишь на пару кадров больше, по крайней мере в помещении. Вне помещении тоже примерно так же, то есть плюс 3 кадров в среднем при разогнанной видеокарте. Самое главное, что температура слишком высоко не поднимается, то есть примерно остается на тех же самых параметрах. Чуть-чуть больше обороты кулеров, но и чуть-чуть выше температура, всего лишь на 1-2 градуса. И сейчас в конце еще покажу также этот же самый тест, но при выключенной записи экрана. 38 в среднем кадров при включенной записи экрана и 39 кадров при выключенной записи экрана. Ну что же, на этом будем завершать с вами видео. Напоминаю, что впереди у нас будет сравнение версии Big Mac против Терминатора, и я думаю, что там много будет чего интересного, потому что разница в видеокартах на самом деле по стоимости невысокая, а вот сама по себе видеокарта, конструкция охлаждения, очень сильно прям различие между этими версиями, так что будет интересно. Будем делать, будем снимать. Ну и до новых встреч, до новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok